Итак, мы начинаем сет номер два работы с ногами, а именно переходим на икроножные мышцы. Для этого мы корпус тела чуть-чуть сдвинули назад, между пальцами, вот так разводим пальцы, схватываем коленку, а именно это получается два сухожилия слева и справа, и вот мы их вот так вот быстро, энергично прорабатываем, переходим на икру, растираем всю икру. А то же визуально примерно разделяем икру пополам, хотя там так они идут, две мышцы, да, вот так вот. Здесь они вот уже переходят сухожилия, такой длинный, клим на сухожилия, переходящего в ахилово сухожилия. Вот, их тоже мы ладонями открытыми растираем по очереди, внутреннюю мышцу, наружную мышцу, с круговыми движениями, вот такими разминаниями, быстрыми пальцами, да, одной рукой подхватывая за голень, вот с этой стороны, достаточно приятное движение, люди бывают, вот заодно мы там масло смазываем с той стороны, а другой ладонью ложимся вот так, чтобы ахилово сухожилия прошло между нашими вот этими валиками мышечными. И, соответственно, вот такое вот в противофазе движение, одна рука идет вверх, другая вниз, разминаем ахилово сухожилия. После этого мы это ахилово сухожилия схватили и растянули, а эта рука у нас теперь захватывает лапа леопада, только посередине ахилово сухожилия, вот тут сейчас пройдет. Вот, мы его стянули, и вот так вот отдельно разминаем круговыми движениями, рука превращается в кулак, ему всю массу медленно, гоняя лимфами, что есть у нас вверх, тянем ее до седалищной кости, где тоже есть акупунктурные точки, вот так упоминаем. Что я вот это рукой второй сделал сейчас? Я подхватил вот с этой стороны, вот уже не видно, на големе есть точки акупунктурные, точки долголетия, так называемые. Я с этой стороны вот их подхватил, да, а локтем я зажал, вот накрест получается, видите, колено, вот эти подхваты, захваты все держу ногу, да, на вытяжение, захватили ли я на вытяжение, и с давно еще и точки пережил здесь, а второй рукой вытягиваю ногу в противоположную сторону, то есть получается такое растяжение всей ноги. Теперь переходим на растяжение всех этих мышц предплечьями нашими, вот этими мышцами удаем, и достаточно мягко, ну, можно и пороще, всем корпусом удаившись, растягиваем и расплющиваем оба наших сегмента, и икру, и бедро, упираясь опять же в вот эту седалищную кость. Это может два раза платить, и вернемся обратно к нашей икре, а именно, мы сейчас стоим перпендикулярно к ноге, да, и опять, если помните, разделили икру на две части, внутреннюю и наружную, да, и прорабатываем кольцем захватом сначала внутреннюю часть, вот так вот, змейкой, потом внешнюю часть, потом все вместе, вот, можно немножко остановиться и заострив свое внимание на том месте, где мышцы крепятся уже к изгибу ближе, возле лимфоузлов, да, немножко сюда больше, как бы, нагонять кровь и лимфу, да, чтобы лимфоузлы начинали перерабатывать, для этого еще можно такой прием применить, когда мы одна рука скользит под другой, то есть мы не на прямой воздействием, а на них узлы, их ни в коем случае нельзя пережимать, насколько вы помните, да, сдавливать нельзя, чтобы они не травмировались, поэтому достаточно мягко, но так быстро такая вот штриховку, у нас есть штрихование, очень повторенно зону так прорабатываем с этими мышцами, может даже немножко вот лапа леопарда, вот так трение добавить сюда, и дальше помогаем уйти лимфе выше, приемом лапа леопарда, видите, у нас уже бедру тоже входит в массаж и крылья, вводим все это вот туда в паховую зону, теперь берем за сухожилие ахиллова, да, и вместе вот так вот приподнимая, растрясаем, сейчас будем проходить всю вот эту вот область, внутреннюю и наружную, вот таким методом как бы вот скручивания, но еще с потряхиванием, можно разделить, покажу сейчас отдельно, скручивание, это значит мы вот так вот мышцы друг против друга скручиваем, руки наши достаточно близкие друг к другу, при этом там практически не видно валика между ними, потому что они практически вот так действуют, да, а вот теперь потряхивание, это когда мы так приподняли мышцы немножко, встряхнули, вот такой вот прием, и опять здесь вот немножко накекаем масло, и уводим ее вот сюда, на сей раз мы уводим ее более мягко, пальчиками руки, обоими руками, и внедряемся, можем внедряться достаточно глубоко, пальцы идут хаотично, по разным волокнам они могут перемещаться, в принципе неважно, например, эта рука прошла по этим волокнам, по этим волокнам, где-то поглубже его надавили, где-то помягче, всю ногу вот так вот, достаточно медленно мы прорабатываем снизу вверх, почему медленно? Потому что мы работаем сейчас с лимфой, если кровь бежит достаточно быстро по организму, ну буквально там, один оборот делает за минуту примерно, то по всему причем организму вообще, то лимфа она течет очень медленно, около одного сантиметра в минуту, соответственно, вот мы немножко и подгоняем, медленно вот так массируя, разделяем на кусочки мышц, на волокна, пальцы проходят вперед, помогаем все медленнее, я даже сейчас немножко быстро делаю, можно еще и медленнее делать, для демонстрации мне приходится немножко ускаляться, а то слишком медленно получится показывать, и соответственно, смотрите, мы стоим-то вот возле пятки, на самом деле, вот наша точка, донтягивая, а вытягиваем сами себя тоже, это вот тоже небольшая нам разминочка, для массажистов, чтобы мы сами себе расслабили спинку, о-о-о, хорошо время, даже вот сейчас по хрусту, у меня пошли такие, у самого, такое приятное растяжение, и кстати, вот когда мы сделаем вот этот прием, тоже вот мы растягиваем сами себе, параллельно мышцы спины, груди, и вот так вот себя разжимаем, так, дальше разминание, лимфа идет, вот можно вместе сделать руки, да, вот так вот, ну вот чуть отдельно, не обязательно скреплять, можно так отдельно, берем и вот так вот всю игру, разминаем, идя вверх, прокачивая лимфу выше, можно это сделать, немножко вот эту голень, приподняв, то есть вот отсюда вот так вот начинать, и отдельными большими массивными движениями, вот включая наши предплечья, вот эту грубу все прорабатываем. Следующий прием, достаточно сложный, это так называемая лимфатическая труба гудина, когда мы обе руки раскрываем, да, и вкладываем их вот так, чтобы с каждой стороны было по пять пальцев, видите, получается, мы будем сжимать все ткани организма, но сжимать не просто одновременно, а как бы снизу и вверх, вот так вот прокачивая, получается, вот взяли, снизу и вверх, снизу и вверх, одновременно и массируем, и прокачиваем лимфу, даже через коленку, тут можно на коленку нажимать, в этом случае, прокачиваем вверх, и еще один прием, это когда мы сжимаем достаточно сильно за счет мышц своих собственных, да, грудных, сжимаем ткани ноги и друг против друга ткани массируем, это вот примерно, то, что мы делали вот так вот, да, руками, только здесь мы все целиком, ногу вот берем, да, и друг против друга вот так вот по очереди, двигаем ладонями, по очереди, да, по очереди, а вот следующее движение, это вместе мы будем двигать, холлипатическая труба Гудвина номер два, когда мы делаем кольцо, вот из наших указательных и больших пальцев, да, соединяем его, и в зависимости от объемов ноги, мы можем кольцом не верить, сжимать, расширять, да, но смысл в том, что нам как бы надо сделать как можно меньше кольцо и как будто бы прогнать, продавить через них большую кучу апельсинов, чтобы с них прямо сдиралась кожура, таким образом мы дополнительно боремся с так называемой антиселлюлитной проблемой, апельсиновой корочкой, то и самое, вот мы сделали поуже, да, и ведем, вам, кстати, должно быть достаточно масла, чтобы не было больно по волоскам, и медленно ведем, стараемся, чтобы вот эти вот апельсиновые все прошли через это отверстие, где надо расширяем ее чуть-чуть, да, где надо поуже, и опять уводим все в паховую зону, прошли вот эту часть, на этом сет номер 3, она закончен, дальше мы перейдем к работе с голенью, поэтому не отключайтесь, смотрите нас дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...